На что хочу обратить внимание, это данные нецельхозно-правного структуры посевных площадей под урожай 23-го года. То есть то, что касается именно яровых культур. И обращаю внимание, что у нас по сути дела из яровых культур это две культуры. Это ячмень и кукуруза на зерно. Они именно занимают самые большие площади из всех остальных ранних культур. Но они никак не сравнимы с теми площадями, которые у нас есть под посевами азимой пшеницы. И до иудочных. Да, нет, я не буду говорить об иудочности пока, потому что, наверное, все-таки это компетенция других специалистов. Я просто буду говорить о том перекосе, который у нас существует сейчас. И да, действительно, это рентабельная культура, она дает нам определенную прибыль. Но у нас был пример подсолнечника, когда эта культура практически не высевалась во многих районах. Не из-за того, что ее не хотели высевать, а из-за того, что ее не могли высевать. И это было связано с тем, что мы увлекались, выращивали, занимая все больше и больше площадей этой культуры. Вероятнее всего, говоря о яровом севере и говоря о той идее, которая есть у этого круглого стола, наверное, все-таки организация более сбалансированного севоборота, это является та задача, которая стоит перед сельхозтоваропроизводительной. И вы посмотрите, из зернобобовых культур у нас здесь горох, ну, сорга, но горох преобладает над всеми остальными. И если оценивать всю посевную площадь Ростовской области, 4 миллиона 930 тысяч гектар, то можно сказать, что мы совершенно не занимаемся другими культурами и яровыми культурами в том числе. Ну, на что я хотела обратить внимание, потому что яичмень у нас именно та культура, которая больше всего представлена в севообороте Ростовской области, то мне бы хотелось обратить внимание на некоторые моменты, которые связаны именно с запасом блага и с развитием этой культуры. Потому что если запас планей ниже двойной гиброскопической влажности, а гиброскопическая влажность у нас получается где-то около 13%, то есть у нас влажность почвы должна быть 26% в пахотном горизонте. Тогда это комфортные условия для развития культуры. 26% в пахотном горизонте мы с вами имеем тогда, когда у нас только мы вышли из зимы, когда у нас это март месяц, середина марта, ну, может быть, до конца марта. Но в дальнейшем у нас все равно падает запас влаги, идет интенсивное испарение, и мы не имеем таких величин, которые необходимы для развития этих растений. Поэтому, когда мы говорим о яровом севере, естественно, в первую очередь мы обращаем внимание на запас влаги. То, что проиллюстрирует, то, что говорилось сейчас, о той дифференциации, которая наблюдается. Да, мы выполняем эту работу на озимом поле. Под зябью возможно некоторое накопление влаги, но не настолько радикальное по сравнению с посевами под озимой пшеницей. И посмотрите разницу между 2022 и 2023 годом. То есть, и где у нас напряжение? Напряжение это юг, Сальска, Целина, дальше на восток. И посмотрите, северо-восточная зона, это Белая Калитва, это Тацинка, это Совет. И это у нас паровые предшественники. А когда мы спускаемся, берем не паровые предшественники, здесь картина у нас вообще очень напряженная. Да, снег, который растаял, как что-то дополнит. Вы обратите внимание, что вот зеленый цвет больше 160 миллиметров. И если мы возьмем Приазовскую зону, если мы возьмем северо-восточную зону, там иногда может доходить до 200 миллиметров. Но обратите внимание на юг и на восток. Все красное, то есть это до 80 миллиметров. Это конкретная компотация вот на середину февраля. Вы говорили о 20-м, но мы начали поездки с 13 февраля. В течение полутора недель мы отбирали влагу и оценивали ее состояние. Да, это было до схода снега. Но на севере, то есть на востоке снег не такой уж и высокий уровень снега был на севере. Обратите внимание по азоту, что происходит по этому показателю. То есть если мы говорим по паровым предшественникам, то есть определенная какая-то зональность и более-менее нормальная ситуация. Но у нас это взаимосвязанные показатели. Если у нас нет с вами влаги, мы находим азот. И азота достаточно. Иногда бывает даже достаточно для того, чтобы не использовать азотные подкорки. Но если у нас присутствует влага, естественно, у нас азот уходит. И вот вам по характеристике компании паровым предшественникам тоже, да, пестрое. Я хочу сказать, что это рекогностировочные обследования. Это всего два поля в районе. Это не значит по всему району такая ситуация. Она будет разная. То, что сказали сейчас по Целинскому району о контрастности, что где-то может быть 80, а где-то может быть даже 200. То же самое ситуация и здесь. Но вот так рекогностировочно можно представить, как все-таки по области меняются эти показатели. И самое главное, то, что нам нужно сейчас ждать, знать. У нас вверху нет азота. Просто его нет. Нитратного. 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 Спасибо за подсказку. У меня, по-моему, там написано, что это продуктивное влага. То есть у нас нитратного азота нет. Почему нитратный азот? Да, я понимаю, много методик. Очень много методик расчета для подкормок. И много подходов к анализу. Но доказано, известно, установлена корреляционная зависимость между урожайностью и весенними запасами именно нитратного азота. Аммонийный азот не дает такой корреляции с той урожайностью, которую мы получим, отрегулировав запас нитратного азота именно в почве весной. И мы в почве весной определяем нитратный азот для того, чтобы рассчитать именно ранневесеннюю подкормку. А дальше уже мы должны спросить у растения. И растение нам подскажет, какой недостаток азота есть. И тогда мы уже, ориентируясь на эти цифры, выстраиваем логику помощи этому растению. То есть две важные вещи. Мы спрашиваем два раза. Первый раз мы спрашиваем у почвы и ориентируемся на эти показатели. И второй раз мы спрашиваем у растения. И это обязательное сочетание двух диагностик. Потому что благодаря этому сочетанию вы корректно определите тот объем помощи именно в азотном кипитании, который необходим растению. В чем еще особенность листовой диагностики? Помимо азота вы можете определить еще и содержание фосфора. И вы можете определить, существует ли дисбаланс между азотом и фосфором. Если существует, значит вам нужно регулировать уже два элемента питания. Это касается озимой пшеницы. Но если мы говорим о яровом ячмене, то в этом случае, учитывая сегодняшние погодные условия, я не зря спросила по поводу 26 градусов. Потому что если все-таки будет более растянутый вегетационный период для того же ярового ячменя, это будет более благоприятно для использования азотных удобрений. Но учитывая то, что у нас довольно серьезная ситуация по влаге, и вы ее должны оценить у себя в хозяйстве, не по вот этим данным, это только пристрелочные, рекогносцировочные. И исходя из этого, вы уже будете определять объемы азотных, то есть внесение минеральных удобрений. Но еще хочу что сказать. Мы это пропустили. Касаясь ячменя, у нас сейчас есть очень хорошая поддержка по субсидированию, внесению фосфорсодержащих удобрений под пары зябь. Подготовка почвы под ячмень, это тоже подготовка зяби. Поэтому если вы воспользуетесь этой поддержкой и внесете фосфорсодержащие удобрения с осени, а не при посеве, это тоже будет факт, работающий на урожайность этой культуры. Потому что она любит, во-первых, глубокую обработку, и во-вторых, хорошо заправленными удобрениями, именно фосфорными и калинными с осени. Спасибо. Спасибо, Ольга Георгиевна. Есть вопросы в зале к Ольге Георгиевне? Конечно, есть. Да. Почему сумму аммонимого с нитратным азотом не считаете? Потому что если бы это не считать, то для попова вопрос рекомендации будет совершенно неправильной. Я говорила о нитратном азоте и корреляционной зависимости между пшеницей, на посевах азимой пшеницы. Она еще больше, если вы в сумме берете аммонии и нитраты, еще больше зависит? Нет, ее нет. Она нивелируется. В сумме? В сумме? В сумме нивелируется, в том-то и дело. Не знаю, кто вас нивелирует. Хорошо, я вам пришлю эти источники, на основе которых я... То, а доктора наук, это уже все. Спор может быть до самого вечера. Нет, по поводу именно гороха я здесь спорить не буду, потому что это информация... Все бобовые. Ну или бобовых, да, совершенно верно. Есть рекомендации, постоянно аэрохимслужбы выдают, что надо азот сдавать под бобовую культуру. Глубоко заблуждение, потому что делайте только нитраты, не делайте аммонии. Аммонии бобовую используют очень эффективно. Здесь принимаю вашу сторону. Я не буду спорить, поспорю, когда буду обладать больше информацией. Спасибо, Ольга Екатерина. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok